Заседание штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских начал с обсуждения паводковой ситуации в Ульяновской области. Из-за резкого потепления и обильного таяния снега в нескольких районах сложилась непростая ситуация. По данным экспертов, в области такой паводок случился впервые за 30 лет. Непростая ситуация сложилась в Ульяновском, Сингелеевском, Геродичевском, Николаевском, Новоспадском районах. Особенно пострадал Геродичевский район, где подтопленными оказались более сотни домовладений. Семь из них были эвакуированы в местную школу, на базе которой планово развернут пункт временного размещения. В течение всех четырех суток оперативные службы региональной и муниципальной власти работают над устранением последствий погодной аномалии. В Ульяновской области с 2019 года активно реализуется национальный проект «Экология». В него входят федеральные проекты сохранения лесов, сохранение уникальных водных объектов, оздоровление Волги, чистая страна и новый проект «Генеральная уборка». В рамках реализации федерального проекта сохранения лесов на сегодняшний день министерством достигнуты все показатели и в некоторых случаях они уже перевыполнены. В рамках реализации данного проекта в Ульяновскую область привлечено порядка 160 миллионов. В рамках данных средств закуплена вся необходимая техника и оборудование, которое на сегодняшний день активно применяется в пожароопасный сезон. Задачи по реализации нацпроекта «Экология» также решает Министерство ЖКХ и строительства. Для ведомства важно завершить и продолжить реконструкцию очистных сооружений. В планах на этот год завершение механической очистки главных очистных сооружений региона и модернизация 100 тысяч кубометров сооружений. Это будет очень существенный момент в качестве очистки стоков на правом берегу. И в прошлом году мы начали очистку на левом берегу модернизировать. В этом году мы продолжаем, но завершим только в следующем. Это тоже 100 тысяч кубов очистки биологической по левом бережной части Ульяновска. В регионе начали готовиться к проведению летней оздоровительной кампании. В новом сезоне детей встретят 26 загородных летних лагерей, 385 лагерей с дневным пребыванием, 133 детских лагеря, труда и отдыха. В этом году также будут открыты три палаточных лагеря, закрытые в период пандемии. В ходе проведения подготовки к летней оздоровительной кампании, которая стартовала 1 февраля, на настоящий момент уже зарегистрировано и подтверждено 10 445 заявок. Это достаточно высокий процент. Я напомню, что губернаторам 22 февраля был подписан указ о дополнительных мерах поддержки семьи участников СВО, в том числе представление деятельности бесплатных путевок по отдыху и оздоровлению на территорию Ульяновской области. Как в школьные лагеря с дневным пребыванием, так и загородные. Обсудили проблемы работы общественного транспорта. Алексей Русских рассказал про жалобы ульяновцев, которые утром не смогли уехать из-за свияжья на трамвае. Как выяснилось, электротранспорт встал из-за намерзания льда и ночных заморозков. Глава региона распорядился найти и наказать виновных в сбое работы трамваев в час пик. Что касается санитарно-эпидемиологической обстановки, тревогу вызывают два случая заболевания корью среди детей дошкольного возраста. Ситуацию держат на контроле. В планах – закупка вакцины. По заболеваемости ковидом отмечено снижение. За неделю выявили 290 заболевших. Совещание завершили на позитивной ноте. Глава региона вручил государственную награду – орден за заслуги перед Отечеством второй степени начальнику Ульяновского гарнизона Дмитрию Бадаеву.